Представители европейской страны обсудили с губернатором дальнейшее сотрудничество по ряду отраслей от строительства терминалов по перевозке зерна до виноделия. Глава региона отметил, что краевые власти готовы поддержать со своей стороны совместные проекты с Францией. Франция – всемирно известный винодельческий регион и Краснодарский край. Я делаю очень сильную заявку на всемирную известность в части виноделия. Производство вина у нас в крае с каждым годом растет. Конечно, мы тоже сегодня говорим о том, что наше вино очень качественное. И сегодня мы пытаемся выходить с нашим кубанским, российским вином, в том числе и на международный рынок. Но тот опыт, который, конечно, есть у французских виноделов, конечно, его сложно сегодня переоценить. И, конечно, я думаю, что здесь у нас в первую очередь есть возможности взаимодействия с моей стороны, которые готовы поддержать любые проекты, совместные проекты, связанные с виноградовством и виноделием. Еще раз подчеркиваю, это сегодня может быть стартапом не только для наших кубанских производителей вина и тех, кто занимается виноградовством, но и для французских. Это тоже новые горизонты, новые рынки. Своим опытом Франция может поделиться и в курортной сфере. В рамках визита посол посетила филиал института «Вотель» – международной бизнес-школы гостиничного и туристского менеджмента. Сегодня утром мы посетили филиал французского института «Вотель» в Сочи. Речь идет о подготовке гостиничных менеджеров. Уровень подготовки студентов очень высокий. Двое из них уже получили приглашение от меня на стажировку в посольстве. В прошлом году товарооборот между Краснодарским краем и Францией составил порядка 200 миллионов долларов. Основу экспорта составили нефть и нефтепродукты, а импорта – транспорт и масличные семена.